О, вот так меня вообще не видно. Анонимная Бомбит. У меня ведь то же самое, просто ты как бы перенес. Всем привет, с вами Андрей и это рубрика Бомбит. Место, где я высказываюсь на какую-то тему, порой излишне эмоционально. Но что поделать, это YouTube, тут свобода. Надеюсь. Была. Тем не менее, сегодня выпуск достаточно будет смешанный, в принципе, наверное, как и каждый выпуск, где я что-либо высказываю. Говорить будем сегодня про выставки. И о том, как к ним относятся люди, которые на них ходят, которые на них не ходят. Потому что буквально недавно, естественно, если вы подписаны на нас, вы знаете и уже видели, наверное, отчетные ролики с выставки в Apex, по которой проходил в Сокольниках с 8 по 10 декабря. Вот. Три дня выставки. Во второй раз проводится выставка три дня. И первый день уделен БТБ. Второй максимальному движу. И третий просто добавочный, где уже не так много контестов и всего прочего, а уже такой завершающий день. Выставка прошла хорошо. И мне, если вы смотрели видео, вот тут сюда вот куда-нибудь я кину ссылку с плейлистом. Там три выпуска. Вот. Если хотите, отсмотрите. Вкратце. Суть в том, что мне она понравилась. Три дня выставки. Первый был спокойный, второй был шумный, третий был, ну, грубо говоря, золотой серединой между этими двумя днями. Но почему-то очень многие начали достаточно быстро, буквально даже в первый день, высказываться, что выставка говно, что на нее ходить не стоит, что все это дело катится к чертям и так далее. Специально для этих людей хочу сказать, что вы не правы. Ну, это мое мнение. В принципе, все, что будет сказано далее, это исключительно мое мнение. Меня. Вот меня. Я считаю, что выставки как были, так и есть абсолютно нормальные, абсолютно хорошие. Они не бывают плохими, не бывают прям башнесносными и так далее. Все нормально. Все люди, которые засирали выставки, там, последнюю глобал вейп и так далее, основные критерии были в том, что не было ничего веселого, не было железа, скучно. И ладно, там, если брать в пример глобал вейп, которая действительно прошла не очень, но прошла вейп-экспо. И люди по-прежнему это вот так же ноют. Я не понимаю, вот какого хера реально? Вы пришли на выставку. Если кто не знает, в этот раз выставка вейп-экспо проходила в одном большом павильоне вейп-экспо. Второй павильон был как дополнительный вход, гардероб и туалет. Но в огромном павильоне, вот сейчас по пунктам будем разбирать то, что в основном мне говорили люди, которые писали, что выставка не удалась и что, в принципе, выставки уже не имеют смысла. Железо. Итак, начнем с железа. Выставка вейп-экспо, помимо того, за что отдельное спасибо, я так понимаю, надо сказать, Артуру Каму, Максу Сурову, которые собрали так называемую аллею мехмодов. Они взяли небольшую зону около сцены и на сформировавшейся области сделали некую так называемую аллею мехмодов, куда за свой стенд они позвали производителей. Там были и рок-вейпы, и фирмитоморфозы, которые делают. Короче, там были мехи, российские мехи, там их было порядка 5-6 производителей. Дополнительно стоял стенд в павильоне Russian Mechanica. Дополнительно железо было у вейп-лиги дистрибьютора, у вейп-хауса дистрибьютора, у эльфума что-то было по железу. Были китайские, представьте, у вейп-тайгер был. Железо было. И были лимитки. В том числе и у бабика, как всегда, было куча кэпов, там, комп-лайфов. У редкойла были бродсайды, там, и так далее, и пурджи. Железо было. То есть с железом, я считаю, вопрос закрыт. Оно было и есть на выставках. Если нету прям вырвиглазных стендов, которые вам в лицо плюют и кидаются мехмодами, чтобы вы их заметили, то это не их проблема. Это ваша проблема. Потому что когда стенды плюются и кидаются вам в лицо, вы жалуетесь, что на выставке громко. И что вас это раздражает. С другой стороны, вы бомбите, что вы их не видите. Так разуйте, б***ь, глаза. Все просто. По жидкостям вообще вопросов нет. В жидкости было уйма. Была, как всегда, и куча зарубежного, и российского. И новые бренды, и старые. И все это, естественно, на выставке цены чуть ниже, чем розница. И затариться жежлом вообще нехер делать. Теперь дальше. По поводу движа. Те люди, которые говорят, что движа мало, видимо, они были только в пятницу. Потому что в пятницу был БТБ день, и сцена играла максимально лайтовое, негромкое музло. Чтобы все спокойно... Ну, БТБ день — это бизнес-то-бизнес. Люди ходят и общаются по поводу деловых вопросов, и им нафиг не сдались. Контесты, шумиха там, гивэвэй и так далее. Все прошло максимально спокойно. Все с радостью друг с другом пообщались. И еще в чем прикол, что именно в этот день блогерам лучше всего снимать. Потому что, во-первых, у всех стендов все еще в наличии, потому что это первый день, они только завезли. Во-вторых, тихо. В-третьих, народу немного. Но почему-то... Ну, в том числе и мы. Да-да-да, сорян. Сорян. Мы тоже в первый день толком ничего не снимали. Ну, и все остальные толком не снимали. Очень мало кого я видел в первый день, кто бегал и что-то снимал. А потом, прошедшие два дня, они жаловались, что слишком громко, что народ мешает и так далее. Тоже понятно, да, почему претензии не актуальны. Потом, те, кто говорят, что было громко, могли прийти в пятницу. Те, кто говорят, что было тихо, приходите в субботу. В субботу... Чтобы вы понимали, я был на выставке от начала и до конца. Мы приезжали со Стасом вместе в четверг вечером монтировать стенд. И в пятницу утром до пятницы вечера. С суббота утра до субботы вечера. И в воскресенье с утра до вечера. Мы все три дня были. И видели, как было на выставке буквально каждый день. Соответственно, в субботу был движ. И люди, которые жалуются, вам специально... Специально было расписание. Вы знали, что в этот день будет громко. Так хер ли вы пришли. И вы могли прийти либо в пятницу, либо в воскресенье. В воскресенье было потише. Ну и, соответственно, самый животрепещущий вопрос. Это все дорого, нет халявы. Небольшая предыстория о том, почему, соответственно, вот у меня так припекает по поводу всех этих негодований, по поводу выставки и всего этого гонева на организаторов. Я прекрасно понимаю, что вейпинг, когда хайпился, выставки были как игрокон. Максимально много промо-моделей, максимально много гивэвэй, индустрия в расцвете. У всех есть деньги, всем не жалко что-то раскидывать. Но вы посмотрите, что творится с вейпингом. Он, в принципе, уже не хайповый. И он нахер никому не сдался. Мы, по сути, вот те, кто смотрит наш канал и подписаны, я более чем уверен, что вы в вейпинге уже больше года, подавляющее большинство. Вы уже давно в этом варитесь и застали как раз момент, когда вейпинг хайпился. И вы видите, что сейчас он далеко, ну, не в этой теме. И, соответственно, какой смысл? Зачем тогда на это жаловаться? И получается, что когда выставки успокоились и перешли из стадии порнушного игрокона для детей, с просто вырвиглазными цветами, громкой музыкой, движим, постоянными гивэвэями, в нормальную, повторю, нормальную официальную выставку, которая показывает, какой должна быть выставка. Потому что, если вы считаете, что это скучная и унылая выставка, сходите на любую другую выставку. Я побывал ни на одной. Я вам скажу, что кроме игрокона или там комикона, даже на нем там такого движа и шума не было, ни на одной выставке не расположено, что будет массовая какая-то, я не знаю, даб-степ туса рейв-пати с гивэвэем и халявными плюшками для всех. Это ненормально. Люди приходят на выставку, потому что это выставка. Там выставляются экспоненты, они показывают свой товар. Другое дело, это если мы рассматриваем тусовку а-ля как делал русский вейп. Он изначально был ориентирован на тусич, на андерграундное направление, громко-шумно-темно и молодежно и все дела. Но вейп-экспо никогда таким не было. Почему, как бы, зачем засирать выставку, если там все нормально? Да, народу меньше, но иначе вы бы жаловались, что вам не протолкнуться и было жарко. Да, тут есть железо и его нормально есть, но при этом вы жалуетесь, что его не видно. Но если вам его показывать, вы будете негативить по поводу того, что вам с каждого угла в глаза это все бросается. По поводу халявы тоже логично, что нет у вас требованности. Giveaway были. Были, естественно, их не было, как в тот раз со Smoke Kitchen и Subom Innovations. Просто потому что смысл. Вы сами вдумайтесь, если бы у вас было свое производство какого-либо товара, вы бы выкидывали его на халяву на выставке, если вам еще стоять день или два и пытаться это продать, когда вы уже раскидали всей своей аудитории, которая любит ваш бренд, на халяву это. Какой смысл ждать продаж, если вы уже дали это бесплатно? Вы потеряли деньги, вы особо промо не сделали, потому что все, кто приходит на выставку, они почему-то приходят с полным желанием отбить цену за билет, набрав халявы. Это нормально, я не спорю, не спорю. Но всему есть предел. Когда на выставке есть гивэвэи, да, их немного, но бомбить и не ходить на выставку именно из-за того, что ты потенциально думаешь, что ты не окупишь цену билета тем, что ты там наберешь, это бред. И теперь переходим к основному блоку. К тому, что будет с выставками дальше. Я думаю, многим интересно, потому что это как-никак взаимосвязано с тем, в какой ситуации сейчас находится вейпинг. Ближайшая выставка, скорее всего, будет Global Vape. Насколько я понимаю, она будет там с 31 марта, и будет она, насколько я помню, проходить в Сокольниках. Что я жду от этой выставки? На самом деле все просто. Чтобы мне лично понравилась выставка, мне достаточно, чтобы там было процентов 70 на 30. 30 уже знакомых мне брендов, 70 чего-то нового. Но если будет, допустим, наоборот, я тоже не буду злиться, потому что я прекрасно понимаю, что я как обзорщик, как человек, который каждодневно варится в этой всей теме брендов, мы, естественно, уже видели это все. Но люди, которые приходят на выставки, зачастую не видят половины того, что показывают на выставке. И как раз для этого она и рождена. Все уже просто. Если меня вдруг каким-то образом смотрят организаторы выставки Vape Expo, я хочу вам сказать спасибо. Потому что с точки зрения организации все по мне было более чем хорошо. Спокойно завезли стенд, спокойно поставили, все вопросы моментально быстро решали. Все максимально сделали для того, чтобы вам понравилось, и вы все равно ноете. Они пытаются угодить и нам, и вам. Но при этом не забывайте, что они тоже хотят заработать денег. И это нормально, потому что организовать выставку, это вам не утренник в детском саду провести. Вам надо продать стенды, вам надо зарезервировать, вам надо урегулировать кучу вообще вопросов. И эти люди с этим справляются уже не первый раз. Это была, насколько я помню, шестая выставка по счету от Smile Expo. И они действительно научились соблюдать по мне, по мне, баланс между вот этим вот шумом и движухами, и БТБ разделом, когда все должно быть максимально спокойно. Единственное, что на самом деле, я бы сделал, вернулся бы к прошлому формату два дня, потому что спокойно первый день тупо тишина и БТБ, второй день максимальный движ. Тогда вы можете разграничить люди, которые ноют, что им громко, приходят в пятницу, люди, которые приходят за халявой и шумом и тусичем, приходят в субботу, и все будут счастливы. А если не будут счастливы, то это они виноваты. Все просто. Как-то так. Я надеюсь, все получилось не сумбурно, а более-менее доходчиво и понятно, и суть вы уловили. В любом случае, я всегда готов выслушать ваше мнение в комментариях внизу. А за всем отклоняюсь. С вами был Андрей. Подписывайтесь на наш канал, на наши другие сети, на Телеграм, на ВКшечку, на сайт наш. Заходите, там постоянно публикуются материалы. И старайтесь видеть хорошее. Наш мир и так полон дерьма. Иначе мы все захлебнемся. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.